Боруссия. Главные действующие лица. И вот они в именах и фамилиях. Уголь Юрис в воротах Тоттенхэма. Номер первый. Слева 33 номер в обороне. Бен Дэвис. Справа Серж Орье. Номер 24. Три центральных защитника. Пятый Ян Фертонген. Шестой Дэвисон Санчес. Четвертый Тоби Альдерверальд. Все четверо когда-то представляли Аякс. В центре полузащиты номер 15 Эрик Дайер. Девятнадцатый Муса Дембеле. Слева Кристиан Эриксон. Двадцать третий СПА в Дортмундской Боруссии. Роман Бюрки в воротах. Тридцать восьмой номер. Нури Шахин номер восьмой. Девятый Андрей Ермоленко. Пятнадцатый Жеремий Тольян. Семнадцатый Пьер Эмирик Абамиян. Девятнадцатый Махмуд Дауд. Двадцать второй Кристиан Пулешич. Двадцать третий Синди Кагава. Двадцать пятый Сократис Папастотопулос. Капитан команды Лукаш Пичик. Двадцать шестой и Омер Топрак. Тридцать шестой. Пять-два-три. Где-то так примерно играет Тоттенхэм. И четыре-три-три. Так примерно играет Дортмундс. Ну погнали. Футболисты Тоттенхэма разыгрывают мяч с центра поля. Они в белой форме. Дортмундская Боруссия в желтый. Сократис прекрасно знакомый по Бундеслиге друг другу. Удар. Гол. Ох, начало. Один-ноль. Четвертая минута. Фян Минсан. В предыдущем недавнем матче, когда ЦСКА пропускал тоже в эту же зону. И он должен ожидать в этой ситуации больше удара, чем просто. Он же не смотрит на ворота. Он бьет на чувстве. У него нет ни единого предположения, кто есть рядом. Нельзя было упускать Сона туда, в бровку. По вторым касаниям Ермоленко. Удар. Ух ты! Один-один. Вот это гол. Какая красота. Димущество у Боруссии. Наверное, сел и отдал. Наверное, все как-то логично происходит. И ожидаем. И это много уже случилось. Десять минут позади. Два мяча. Причем и в те, и в другие ворота. Удар по воротам. Еще один. Еще один гол. Так что ж такое? Такой же похожий гол забивает Харри Кейн. Фантастика. При более подробном повторе. Но все равно. Могут догнать Харри Кейна. Уж точно не могут догнать, располагаясь изначально. Да, что удивительно, у Харри Кейн не обладает такой сумасшедшей... Большая семнадцатая минута. Два-один. Три быстрых гола. Невероятное начало. Безбашенно продолжается эта игра. Удар по воротам. Рикошета угловой. Борьба на каждом участке поля. Скрылетят. Вот скажи, Дим, даже на самом высоком уровне визицию на поле закончилась с нарушением правил. Третий фолл в матче на Ермоленко, да. Очень активно. Еще одна подача. А это отличный момент и угловой будет. Ну, преимущество значительное. Четыре раза почти. Болельщики поддерживались меня. Прострел тем временем Пуришича. И то ли угловой, то ли аут. Питч прошел здорово. А Бамиянг. Килы, наверное, каких-то сантиметров. С мячом вошел в штрафную. Полез дальше. Тольян бьет. Хотел в ближний пробить. Видимо, чтобы перехитрить вратаря или регулятора направления. И вот он, смотрите, какой пас получился. Но чуть сильнее, чем нужно в исполнении Кагавы. Вот, отлично разыграли. И вовремя отдает передачу. Просто немножко сильно. С Диляром Кузяевым. Желтая карточка. Первая в сегодняшнем матче. Как правило, получает предупреждение. Но здесь на него налетело сразу два. Пострадавшим оказался Грек. Это вот угроза жизни, как говорится. Угроза здоровья. Прострел. Чуть-чуть не хватает. И похожий момент, да. Пас был таким же, каким Кейн, да, снабдил тогда Хён Минсонов. В принципе, действует одинаково в атаке. Один. Все голы забиты в первые 15 минут. Первый мяч забил Хён Минсон. Тут задержался. А здесь? Есть тоже, кстати, вопросы есть по положению вне игры. По крайней мере, в динамике. Их... Все-таки... Было положение. Да, было. Активен. То есть, получается, таким образом он смутил соперника и, соответственно, вступил в игру, будучи активным участником эпизода. Да. Ну что ж, таким образом заканчивается первый тайм. Очень, очень крутая игра. 2-1. Впереди Тоттенхэм. Хён Минсон и Кристиан Эриксон что-то обсуждают. Видимо, последние минуты первого тайма. Ну, а может быть, Кристиан Эриксон похвалил Хён Минсона за то, что тот открыл счет в матче. Вот таким образом. Но 2-1. Впереди Тоттенхэм. И гол. Вот это пресс. Разве это пресс? Вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xbet. Зашел, поставил, победил. Преимущественно на своей половине пор. Так что это... Это очень мало стоит. Остается с ним Арье. Подачили прострел. Прострел на месте Роман Бюрки. Подменяет удар поворотом. Это не опасно и очень высоко. Кайл вот защитником мира. А сейчас вот, возможно, не стоит. Положения вне игры нет. Сон идет параллельным курсом. Выходит к воротам. Одним касанием убирает под себя мяч, а другим бьет высоко. И как же он не попадает. В реальный момент такой. Очень сильной вне игры не было, кстати. Хотя там... Ну, здесь точно не было. А вот в предыдущей ситуации нужно нападающее. И вот передача Ермоленко. И справа отличное продолжение. Пищик простреливает угловой. Даут. За спину защитника. Баба Биян. Гол! Но мяч не будет защитен. О, нет. Ну, какое же чисто положение вне игрок. И вот здесь важен подбор. Подбор как раз за Ермоленко. Желтая карточка. Все справедливо. Прое предупреждение в этом матче. И, может быть, и сейчас что-нибудь такое случится. Абамиянко удар высоко. Рот бил тоже по траектории. Когда мяч не вращается, когда такие залетают. Не было положения вне игры. Абамиянко совершенно точно. Были пассивные офсайды утрю. Орье. Подача. И здесь на месте. Лукаш Пищик. Классно пас на третьего. Удар поворотом. Гол. 3-1. Харри Кейн делает дубль. Превосходная игра нападающего сборной Англии. В степени сказать, что виноват Роман Бюрки. Вот здесь. Но не угол. Хотя, наверное, я тоже были... В большей степени была вина защитников. А здесь-то... Здесь был рикошет. Вот в чем дело. Да, еще Пищик немного... И один в пользу Тоттенхэма. Им уверенное начало. Ведь Марио Гетце выходит вместо Кагавы. Синти Кагава сделал голевую передачу с втроем целых два года. С 2003 по 2015 год эта троица представляла Эриксон. Ох, какой пас. Бен Дэбис. И удар поворотом. Отражает мяч Бюрки. Правая рука поднята. Подача. Скидка на дальний удар. Великолепен уголь Йорис. Будут только вот возвращаться назад тоже надо. Хион Минсон. Удар. И в последний момент Жереми Тольян накрывает попытку... В смысле, что знает, как команда... Получилась. Заслуженно выигрывает. А здесь, конечно... Кейн делает паузу. Пас во второй темп. Хион Минсон один. Но Эриксон бьет высоко. Сейчас Харри Кейн здорово выдержал паузу. Видно, что мог сильно прострелить на дальнюю штангу. И Дэвис мог замыкать его. Можно сделать. За году выйдет на поле. Футболист перешел этим летом из ПСЖ. Впрочем, в Борисе Джермене ему не было места. Еще одна передача. Пас в одно касание. Харри Кейн. Удар. На этот раз немножко не точно. Только что вышел на поле за году. И уже его там закружен. Не успевал за Харри Кейном. Мяч, по-моему, не коснулся второго номера. Поэтому... И команда все... Наверное, как-то лучше себя чувствует. Кто я есть. Поле Шэйч проскочил по флангу. Подача слишком высоко. Слишком высоко. На поле появляется вместо Хён Минсона. Маурисио Пакеттино выпускает Муссу Сисоко. Французского легионера. Он получит желтую карточку. Фернандо Льоренте выйдет на поле. Испанский легионер Толь Дэвисона Санчеса. Удар поворотом. Шахин бьет мимо. Но, похоже, там был рикошет. Но пока не пострадал. Пока... Еще есть шансы. Пока, да. Пока есть еще второй матч между... И, кроме того, он выигрывал Лигу Европы. Футбол, в который Боргман играет в чемпионате в Германии. Да, сейчас желтая карточка прямой ногой опасна. Да, и справедливо. Через такую стену невозможно пройти. Желтая карточка. Еще одна. Здесь теряет мяч, отбирает. А здесь еще и падение. У Марио Гелци не тот футболист, который будет изображать боль. Потому что такое настоящее... Настоящее нездоровье. А вот и красная карточка. Причем, я не знаю, вторая это была желтая или прямо... Сразу красная сыграл Фертонг. Вот он развернулся. Никакой не было. И он в итоге... Конечно, фол прям явный. Бит по лицу рукой. Как бы ты не действовал спер... Нет положения вне игры. Не убегает вперед Сисок. Он в штрафной. И перебрасывает. Ну, как-то он очень медленно убегил. Во-первых, положение вне игры было. Было, да. Вот здесь коснулся мяча футболист. Но с другой стороны, он же в момент передачи находился уже в офсайде. Центром времени контролировать мяч. Удар поворотом. Абуменел бьет через себя. И матч. Ну все. Дортманская Боруссия проигрывает в гостях Тоттенхэму. 1-3. Петер Бош против Маурисио Пакеттино. Ну и таким образом в этой группе началась Лига чемпионов. В Реал Мадрид параллельно играл против АПЛ.